МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще выбрали лучшую региональную программу. Это целый получасовой концерт. Югорчане заняли первое место в этом направлении. Кроме того, наши студенты получили гран-при в танцевальном конкурсе, оригинальном жанре и арте. А еще стали лучшими в общекомандном зачете. Сделали больше, чем могли для того, чтобы это случилось. И на нашей памяти, хотя мы с Сережей уже больше 10 лет в студенческой весне, это первый раз, когда у нас есть гран-при в общем зачете. Ребята молодцы. Все, что касается творчества, это наш приоритет, не только в год педагога и наставника. Творчество сопровождает жизнь студента, наверное, с первого дня в колледже, в университете. Творчество помогает развиваться и профессионалу, и человеку. На церемонии закрытия показали самые яркие номера фестиваля. В самом финале был передан Кубок Студвесны и объявлен следующий регион, который примет 32-й Всероссийский фестиваль. В 2024 году студенты Сузов соберутся в Ставрополе. Добавлю, ярким окончанием церемонии закрытия стало выступление известного певца Вани Дмитриенко. Он вышел на сцену вместе со студентами. Спеть первую песню программы ему помогли представители Белгородского государственного института искусства и культуры. А в качестве подтанцовки вышел коллектив из Липецка. Один из партнеров – это наша российская платформа образовательная «Россия – страна возможностей». Так вот, главный смысл – это то, что Россия и есть страна возможностей. А Югра – это та территория, тот регион, где эти возможности реализованы в полной мере. И каждый талант, каждый человек может реализоваться в Тантамансийском автономном округе. Истории ценой в жизнь в Сургуте провели окружной форум медицинских работников. Мероприятие приурочено ко дню медицинского работника, который отмечается завтра, 18 июня. В рамках форума прошло награждение лучших врачей и медицинских организаций Югры благодарственными письмами и почетными грамотами. Отметили и лучших врачей окружного этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Югорчане победили в 27 номинациях и получили свои награды. В медицинском форуме уже второй год подряд принимали участие не только врачи, но и пациенты. Они поделились историями своего спасения и в очередной раз поблагодарили врачей. Все сегодня друг друга поздравляем. Важно отметить наши достижения, наши победы. Первое – это сегодня праздник праздновать не только в этом зале, не только в больнице. Это более 50 тысяч человек в регионе, сегодня в разном деле медицинские работы. Почти 9 тысяч врачей, медицинские сестры, немедицинские сотрудники, которые бок о бок с нами стоят ежедневно. В 2021 году у меня обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. В июле меня прооперировали. Конечно, это было очень страшно для меня, для моих родных, близких. Но на моем пути встретились замечательные врачи, доктора, которые помогли мне, во-первых, поддержали меня в моей ситуации. На данном этапе я прохожу реконструкцию по восстановлению молочной железы с доктором Козыевой и Зарей Магадеевной, которые проводят всю эту процедуру в два этапа. И я уже на финишной прямой. Рак молочной железы на сегодняшний день достаточно хорошо изученное заболевание. Но, к сожалению, порой женщина лишается самого дорогого. Это символа женской красоты в груди. И нашей пациентке, мы, учитывая то, что она молодая, красивая, победила свою болезнь, мы сейчас, на данный момент, провели реабилитацию. Это именно реконструктивно-пластическую операцию. Это воссоздали грудь ей вновь, чтобы она себя не чувствовала скованной. О выдающихся врачах, их пациентах и перспективах югорской медицины смотрите сегодня в программе «Больше, чем новости». Итоги недели будут подведены на нашем телеканале «18.15». В Югре зарегистрировали первый за этот год случай тулеремии. Признаки заражения появились у работника месторождения в Нефтьюганском районе. Так, после укуса клеща у югорчанина появились соответствующие симптомы. Это головная боль, боли в окроножных мышцах и пояснице, а также увеличение лимфоузлов. Кроме того, в первые дни болезни температура тела повышается до 38-40 градусов, а сама лихорадка может длиться три недели. Отметю, что инфицированный мужчина не был привит. В настоящее время специалистами уже определен круг контактных лиц, а также проводится изучение иммунного статуса работников, которые находились в равных условиях заражения тулеремией. Напомню, что наш округ располагается в природном очаге этого заболевания. Основным резервуаром и источником инфекции являются мелкие грызуны. А сам возбудитель тулеремии может длительное время сохраняться в клещах. Трудовые коллективы Югры отметили за вклад в общее дело, а именно за участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса во время проведения СВО. Благодарственные письма руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова вручили накануне в правительстве Югры. Они адресованы коллективом окружного главка МЧС и регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования. Помощь бойцам – это приоритет, на который должен работать тыл, подчеркнул первый замгубернатор Югры Алексей Шипилов. Еще раз спасибо вам и вашим сотрудникам, вам за организацию работы, сотрудникам за отзывчивость и помощь стране. Спасибо. В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» ведется сбор пожертвований и гуманитарной помощи для нужд бойцов и жителей Донбасса. С помощью средств, собранных югорчанами, закупается дорогостоящая техника, тепловизоры, квадрокоптеры, противодроновые ружья, приборы ночного видения. Вся эта амуниция помогает нести службу и сохраняет жизнь солдатам. Мы продолжаем эту работу. Наверное, это только маленькая частица того, что мы можем помочь нашим ребятам. Помимо этого, мы в тесном взаимодействии с нашими коллегами в Макеевке. Мы понимаем, в каких сложных условиях они находятся. Также коллективом осуществили сбор пожарно-технического вооружения, закупили несколько бронежилетов. Наша организация одна из первых откликнулась на просьбу о помощи нашим мобилизованным. Мы собирали денежные средства и продолжаем собирать по сей день и будем до конца, до победного. Все для фронта, все для победы. В нашем коллективе очень большое количество людей принимают участие в пожертвовании. Поэтому коллектив уверен, что победа будет за нами. Строительный забор, куча песка и бетона и сложные друг на друга скамейки. Пока что представить себе, как будет выглядеть этот участок протяженностью 204 метра, можно только по паспорту объекта. Но уже осенью в Ортовчан ждет новая прогулочная зона. Ее основной достопримечательностью станет селфи-мост, который уже начали возводить. На сегодняшний день у него для начала есть материалы и как по облицовке, скажем так, плит берега укрепления. По нижней части, по укладке плитки, так и по верхней части. Все идет по плану, объект обеспечен финансированием. Реконструкция стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также при финансовой поддержке нефтяников в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Югры. Я надеюсь, как в первую очередь запущено в таком этом темпе и красиво смотрится, прекрасно набережно. Я надеюсь, в сентябре мы увидим и вторую очередь, которая у нас появится в городе Нижеватонска для наших горожан. Ну, приятно будет прогуляться и всем. Так что здесь замечаний никаких нет, все идет по плану. Еще один важный объект, который также планируют сдать к осени – улица Восточный проезд. В капитальном исполнении с ливневой канализацией, тротуарами и велодорожками ее планируют открыть уже ко дню строителя. К слову, этот район развивают и строят комплексно. И помимо новой облагороженной дороги с тротуарами, совсем скоро вортовчан ждет еще одно введение нового объекта, а именно новой школы. Объект прошел проверку жилстройнадзора. И сегодня после обеда мы ждем заключения о соответствии проектным документациям. Это дает возможность сегодня, ну там завтра, принять решение, акт о вводе в эксплуатацию и, соответственно, акт приемки готового объекта. Объект готов под ключ. Соответственно, помимо строительно-монтажных работ, было наполнение его соответствующим оборудованием, техникой. Этот объект включен в народную программу «Карта развития Югры» и возводится в рамках нацпроекта «Образование». Мы проживаем в 26-м микрорайоне. Я многодетная мама, трое ребятишек у меня. Я сама учитель и пойду работать в зеленую школу номер 44. Очень рада, что место моей работы будет рядом с домом. Место школы у ребенка тоже будет в доступном месте. Рада, что все в шаговой доступности. И, конечно, приятно, что облагораживают территорию вокруг школы. К слову, называться она будет «Зеленая школа 44», а в образовательный процесс включат экологическое воспитание. В школе размещены несколько спортивных залов, три зимних сада, бассейны, залы ЛФК, большая библиотека. Уже этой осенью за ее парты сядут 409 первоклассников. Регина Гауф и Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Югорские пожарные продолжают бороться со стихией. В тайге действуют пять пожаров на площади 208 гектаров. Три из них в Кандинском районе, еще два в Нефтьюганском. К ликвидации очагов привлечены 99 работников авиалесоохраны «Югры» и лесопожарных формирований региона. Добавлю, за прошедшие сутки в регионе потушили один лесной пожар на площади 189 гектаров всего с начала пожароопасного периода в «Югре» ликвидировали 133 ландшафтных и 217 лесных пожаров. Еще пять возгораний потушили на особо охраняемых природных территориях. Напомню, в округе действует особый противопожарный режим. Югорчанам запрещено посещать леса, в том числе для охоты и рыбалки.